Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено приложениям в моем телефоне. Его давно у меня уже как минимум 3 человека вопрошали. Откровенно говоря, я не знаю, до чего это вам надо и в чем заключается смысл любопытства. И я не знаю, как это записать так, чтобы было видно, понятно. Если у меня не получится это записать, так как обычно делаю там, типа, обзоры, то я попробую это записать как-то по-другому. Без своего лица. В общем, вот телефон. Алкотель. Он тач. Он у меня уже потух. Обычный такой на 2 симки. Вот здесь у меня, я надеюсь, видно то, что у меня тут сейчас есть. Вот эти приложения. Это одна страничка. Это не основная страничка. Тут у меня приложение Сбербанк онлайн. Инстаграм. Я думаю, там понятно. Я их открывать не буду, потому что в некоторых именно надо вводить, допустим, пароль. И там какие-то мои личные данные. Я не считаю нужным это показывать. Потом, в недавних пор у меня появился Вайбер. Это исключительно благодаря нашему общению в Скайпе с девчонками из нашей команды Вики и Катя, да. И там они у меня в результате появились. И Вика и Катя. Раньше у меня был Вайбер на старом телефоне, на мегафоновском. Ну, вот мегафоновский, чисто брендовский телефон. И там был симк старый, мегафоновский, которую я использовала за интернет. И тогда был Вайбер, но он вместе с симкой откинул копыта. Так, у меня два телефона. Там, если можно было видеть, наверное, Билайн и мегафон. Сейчас, наверное, не видно. Потом, у меня здесь есть приложенька Яндекс.Денег. Иногда я его пользуюсь. Хотя мне удобнее все-таки пользовать его с компьютера. Периодически он у меня тухнет. В общем, у меня тут есть приложенька Play Market. Ну, я думаю, Google Market, он у вас всех есть. Точнее, у тех, кто пользуется такими телефонами, он, я думаю, есть. Потом есть приложение Куршская коса. Я его загрузила. Возможно, сейчас даже получится загрузить. Я его загрузила, когда была в Калининграде в музее Куршской косе. Вот так оно выглядит. И я тогда загрузила, потому что у меня были кое-какие проблемы с компанией, через которую я робот оформлял мне заявку. В смысле путевку. И, соответственно, просто не было возможности прослушать лекцию до конца экскурсовода. И попутно в общем, или делаешь минус на экскурсию, или решаешь проблему по-быстрому. И, в общем, я просто загрузила это. Думаю, что потом дома уже как-нибудь исследовать. Оно очень такое интересное. Тут, я думаю, в Google+, или еще где-нибудь можете это посмотреть. Если вам интересно Куршская коса, там просто все рассказывается. Все-все-все-все-все-все. Вот то, что я упустила, допустим, в экскурсии из-за проволочек дельфина и самой этой интерной мозаики, будь они неладны. Или, потому что с их отношением к клиентам, к туристам, это как-то вообще. В общем, ну, дело не в них. Обзор у нас посвящен телефона. Ну, короче говоря, если вам интересно, можете загрузить Куршскую косу приложение и просто очень интересно и познавательно. Тут у меня Opera Mini, я через нее захожу в Tiforetnik с телефона, потом Google Chrome, с которого я захожу в Контакт и проверяю свою почту. Иногда даже захожу на мобильный сайт YouTube и читаю ваши комменты. Но это очень-очень редко. Я даже считаю, что легче делать это с компьютера, потому что выделять слишком много времени YouTube и комментариям, особенно негативным, это как-то уж себя не уважать. И у меня тут приложенька Kiwi. Kiwi я поставила себе, когда общалась с Катей. Кажется, не с Катей. Сейчас помню. Будут потом обидки в комментариях. В общем, с девочкой, которая мне писала сначала ВКонтакте, потом комментировала. Тут, кажется, АСМР она любит. А потом она вдруг внезапно стала комментировать. Мне уже такой не белый пушистый коммент, Лёля какая-то классная, а наоборот, Лёля какая-то не очень классная. Ну да, в принципе, дети, что с них взять. Хотя это и взрослых касается. Вот здесь, если может быть видно оранжевенький такой кружочек, то у меня мой антивирус вот так-то выглядит. И я, короче, в общем, я много антивирусов перепробовала, но сошлась к нему, потому что он хоть и немножко подвисает телефон с ним, но телефон и без него подвисает. Но он всё-таки хорошо отправляется к нему, я тоже перейду. Внизу вот этот серый квадратик, это менюшка, потом, ну, СМСки, синенький, голубенький, это, в общем, мои контакты, и, соответственно, трубочка, это телефон. Основное, вот так он у меня выглядит основной телефон, тут основная страничка, тут у меня, по-моему, пять страничек. Вообще, у меня тут мой японский, который я такая фрия, но вообще из-за того, что дома куча проблем и вообще не успеваю, я тут ещё с переводами напряг был. В общем, мне совершенно сейчас пока некогда заниматься тем японским, уже месяц, наверное, не занималась, но, правда, вчера я немножко всё-таки поюзала его. У меня потух опять телефон. Ну, вообще, очень хорошая приложенька, она у меня платная, вот голубенькая брала, но там доходит до какого-то определённого момента и уже всё, финита, купи меня. Я купила, кажется, за 270, что ли, ну, там, если с Киви платить, то 30 рублей ещё снимается за что-то. Тут у меня камера. Кстати, камеру могу показать. Вы частично увидите, возможно, мой этот фодик, на который я снимаю. Так, камера. Потом Play Music. Это то, что у меня на флешке, то, что я в последнее время туда загнала. Там в основном это слёгкий метальчик, типа Avantes, и Opera, и Tobe Summit, а потом Осты, в общем, музыка с сериалов латиноамериканских, которые я смотрю, и с некоторых аниме. Ну, и, соответственно, ещё немножко Майкла Джексона. Так получилось. Потом тут английско-русский словарик. Я им пользуюсь иногда. И ещё вчера купила переводчик для, не помню чё. Он, короче, этот словарь на якобы 100 языков я точно ещё не считала. Ну, вот платный, он без рекламы, он, кажется, в оффлайне можно им пользоваться. И он довольно точно переводит слова и фразы, короче, чтобы не таскать с собой, допустим, то, на чём сейчас стоит фотоаппарат, и то, что у меня поменьше. Можно, я так подумала, закинуть сканы сарибоку на планшет или на нетбук, взять вот эту, свой телефон, естественно, я так возьму, взять это всё в деревню, и, соответственно, можно будет переводить, не отходя от кассы. Прямо там же и печатать. Очень удобно, я считаю. Он мне обошёлся, вообще он стоил 120 рублей, но вместе с процентом обошёлся в 150. Я думаю, что это вполне так недорко. Вчера буквально его купила, как раз за счёт того, что вот эти, у меня там кто-то скамин так спрашивал, за счёт рекламы на канале, идёт у меня там от Айр, там 70% от рекламы поступает мне, 30% поступает самим Айр. И, ну, в принципе, Эйр, наверное, у меня будут как раз поправлять, наверное. Тут у меня, кстати, приложенька времени и приложенька погоды. Вот у нас, у меня иногда, он очень редко показывает вообще Углич, он мне сейчас показывает посёлок Отрадный и там 20 градусов с облачком. И у нас сегодня оказывается 13 августа и суббота, как сегодня выяснилось. Это тут у меня всякие приложеньки, многими из них я вообще не пользуюсь. Некоторые я тут сидела, разбирала, ну, нахрена они вообще есть у меня. Куча приложений, которые были там, всякие игры, я их поудаляла, потому что это мне неинтересно. Я считаю, что игры вообще это трата времени пустая. Тут есть календарь, заметка, меня очень часто пользуюсь, я вам их не буду открывать, потому что, ну, я думаю, сами понимаете, там личные данные. карты Google или Яндекс, как вы знаете, я ими иногда пользуюсь. В принципе, полезная вещь, удобная. И он у меня снова потух. Тут есть калькулятор, видеоплеер и вебмани. На вебмани у меня выводится, так сказать, монетка с рекламы в моих видеороликах. Если вы вдруг смотрите без фигни, отключающуюся всякую фигню, то, возможно, вы видите на видеороликах такой оверлей, прозрачное объявление, которое быстро исчезает и еще, кажется, информационные шпаргалки или что-то такое. Ну, так как я люблю своих зрителей, я сначала, конечно, там вставила, там где-то такая реклама, которую можно пропустить, но что-то меня сильно напрягает, меня это сильно напрягает, когда я смотрю, допустим, аниме какое-то и вот онлайн это вылазит, поэтому я считаю, что если мне это не нравится, почему люди должны страдать. Поэтому исключительно оверлей у меня, оверлоки точнее, и вот эти рекламные шпаргалки какие-то. Пубок у меня там идущие. Они, кстати, полезные, иногда я вот так вот захожу, у меня на ЖЖ где-то вылазит, и если я что-то искала, и там вдруг мне что-то вылазит, оно очень, иногда бывает, точку попадает. В общем, часы, потом приложение Годвиль, это года три назад меня один мальчик, программист, как, в принципе, удивляться, карельский подсадил, хотя сам оттуда срыл. У меня, в общем, есть аккаунт на Годвиле. Я там, соответственно, по дайве. И героем меня зовут Гунзилок. Я уж не помню, почему, но, кажется, это что в голову пришло, так оболвала. Это, в общем, единственная компьютерная игра, которую я воспринимаю. Там просто пару раз нажимаешь на кнопку. Но если вам интересно, просто загуглите Яндекс, еще куда-нибудь. Потом, в общем, приложение, это загрузки, я думаю, это на каждом телефоне есть e-mail, но я им не пользуюсь именно на этом телефоне. Раньше, кажется, я пользовалась такой приблудой на своем тексте, на мелком плашете. Потом переводчик, по-моему, это Яндекс.Переводчик, я недавно его загрузила. Ну, это, соответственно, словарь. Я не знаю, он там в оффлайн, кажется, все-таки, наверное, перепутала. 100 словарей он, наверное, все-таки от интернета как-то зависит. А вот этот, он можно им пользоваться если нет интернета с английского на русский, с русского на английский. Кстати, сейчас его попробую включить. Я потому что его загрузила и даже не включала. Вот так он выглядит. А, вот он. Короче говоря, видимо, я его настолько не включала, что его сейчас надо устанавливать. Потом я, пожалуй, его устанавливаю. Потом галерея, то бишь фотографии мои, которые делают этим телефончиком вот здесь вот камера. И камера у меня односторонняя, в отличие от брендовского мегафоновского телефона, где была камера двухсторонняя. Ну и передача по Wi-Fi я и вообще не пользуюсь, откровенно говоря. Дальше у меня тут какие-то вот эти, я тоже без понятия для чего они. Тут мультимедиа, работа, папки, справка службы Google и инструменты. И снова у меня самолетик хочет обновиться. Ну, сверху, соответственно, зеленая, это билайновская симка, сейчас у меня подключен интернет на билайне. Синяя, это мегафон. Тут батарея, время. И вот последнее, это мегафон, дуалинго, фикс прайс, преобразователь голоса, аэрофлот приложение и каталог. Такой вот. Я думаю, на этом все, потому что там что-то еще есть, ну, в общем, у меня, кажется, батарея на фотоаппарате заканчивается. И я думаю, все основное, чем я пользуюсь, я думаю, показалось. Если вам это было интересно, то я рада, что, ну, по крайней мере, выполнила ваш вопрос. В общем, до новых встреч, пока.